За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано более 150 пожаров возгорания. Основными причинами по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. Анализ, проведенный спасателями, показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности. С 1 октября в Иркутской области распоряжением губернатора введен месячник, который направлен на обеспечение пожарной безопасности и на предотвращение гибели и травмированию людей на пожарах. Данная работа будет проводиться до 1 ноября. В период месячника проводится профилактическая работа. Это в садовых и дачных кооперативах, населенных пунктах. Также в городе особое внимание уделяется семьям, которые находятся в социально неблагополучном положении, а также многодетным семьям. В рамках проведения сезонно-надзорной профилактической операции инспекторы отделов управления надзорной деятельности регулярно проводят подворовые обходы многодетных неблагополучных семей с целью профилактики пожаров и гибели на них людей. Мы неоднократно говорили, проводили рейды профилактические, где людям объясняли, что необходимо подготовиться к пожароопасному периоду 2023 года. Подготовка заключается в том, что нужно скашивать сухую траву не только в границах самого участка, а также за пределами прилегающей территории. Вот кто-то мы проехали, посмотрели, кто-то уже скосил траву, подготовился, убрали свои огороды, а кто-то в очередной раз надеется на русская авось. Вот когда будет уже пожароопасный период весной 2023 года и будет, не дай бог, какой-нибудь пал травы, это способствует всю переходу огня на жилые строения и создает дополнительную пожарную нагрузку. На особом контроле у инспекторов образовательного учреждения города, где спасатели проводят учебные эвакуации и уроки безопасности. Большое внимание еще уделяется у нас детским дошкольным учреждениям, образовательным учреждениям, где проводятся эвакуации, когда смотрим, как руководители, персонал действует на случай учебной эвакуации. Также проводится большая работа с детьми, где детям рассказывается о пожарной безопасности, как действовать на случай возникновения пожара. Это не только в школе, а также и в быту. Эта работа проводится в рамках УБЖ и классных часов. Также работу эту проводят руководители организаций и классные руководители в рамках классных часов. По результатам проверок сотрудниками Государственного пожарного надзора было установлено, что чаще всего причинами возгорания является неисправность электропроводки. За выходные дни на территории Зиминского района произошло три пожара. Один пожар это в населенном пункте и два пожара это в садово-дачных кооперативов. Основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнем и в последние случаи пожаров у нас участились это короткое замыкание электропроводки. Проведя анализ можно сделать вывод и обратиться к гражданам, что короткое замыкание происходит по той причине, потому что проводка уже ветхая. То есть не один десяток лет она эксплуатировалась в жилых домах и также в садово-дачных домиках. Люди начинают обогреваться, потому что на территории у нас стоят уже минусовые температуры и в результате чего автоматы защиты не срабатывают и происходит короткое замыкание электропроводки. Анализируя данные можно отметить, что фактором провоцирующим гибель людей на пожарах является состояние алкогольного пьянения, нахождение в состоянии сна пострадавших. Дополнительными факторами также становится преклонный возраст, инвалидность людей, оставление детей без присмотра. Сотрудники МЧС не устанут рекомендовать и настаивать, чтобы граждане устанавливали в своих жилых домах, в своих садово-дачных домиках датчики раннего обнаружения пожара, которые в ранней стадии реагируют на дым и подают громкий звуковой сигнал. Данный сигнал может разбудить граждан, которые находятся в состоянии сна и также привлечь внимание соседей. Сотрудники МЧС и добровольцы проводят совместные профилактические мероприятия. Волонтеры уверены, что если в результате таких совместных рейдов будет сохранена хотя бы одна человеческая жизнь, если жители задумаются и позаботятся о своей безопасности и безопасности своей семьи, то их работа будет не напрасной.